МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте! Анжелика, первый вопрос, наверное, к вам. Библиотека уже действительно давно, социокультурная площадка. Какие проекты планируются в этом году? Или уже запустились? Действительно, в работе централизованной библиотечной системы, которая включает в себя 40 филиалов и Центральную городскую библиотеку имени Льва Николаевича Толстого, в настоящее время учитываются реалии меняющегося мира, потребности пользователей. Мы внедряем новые методы и формы работы, креативные идеи, которые воплощают в библиотекаре или как бы в библиотечную сферу, приходит новое дыхание, новая жизнь. У нас создан Центр Краеведения в этом году. Краеведение является одной из приоритетных направлений работы в библиотеке, потому что это изучение родного края. Кстати, пусть режиссер покажет, как работают у вас люди. Да. Покажите фотографии, пожалуйста. Это такая своеобразная свободная зона, у нас новая мебель, приближен к пользованию, но это немножко не те фотографии, это проект библиотека о людях и судьбе. Да, это библиотека. Это мы видим в Губаново, у нас в гостях там был Соболев, Стефановский, но об этом я чуть-чуть скажу попозже. Да, это мы немножечко попозже затронем эту тему, да. Итак, у нас при Клубе Краеведения создан историко-краеведческий клуб «Визир». Это люди собираются, любители истории города и флота, любители изучения истории родного края, и поэтому каждый четверг, последний четверг месяца мы собираемся для того, чтобы поговорить о чем-то интересном, озвучить свои следующие проекты. И вот один из таких проектов, которые были реализованы, уже начали реализовываться, это историко-краеведческий проект «Деревья как свидетели истории». Он запущен, мы открыли год экологии, было очень много людей у нас на нашей социокультурной площадке, и всем известно, что Севастополь – это город удивительный, но удивительный он еще и своей окружающей средой. У нас есть, сохранилось дерево Федора Ушакова, которое он посадил. А скажите, где оно? Ушаковой балки. Это платан Паласа, описанный много лет тому назад, и он живой. Это тысячелетний можжевельник на мысе Сарычи, это наше знаменитое дерево миндаль на Малаховом кургане. Но не всем известно, что после войны сохранился не только этот миндаль, а 10-13 деревьев. Вот об этом мы и будем рассказывать нашим читателям и просто культурному сообществу города. Этот проект будет длиться целый год. У нас будут диспуты, круглые столы, мы будем привлекать молодежь, мы проведем акцию «Посади дерево». То есть у нас очень много назначено таких мероприятий. А завершится этот проект выпуском историко-краеведческого выпуска типа «Вестника». И мы планируем и хотим очень именно выпуск документального фильма «Деревья как свидетели истории». Еще у вас есть проекты, которые из года в год востребованы. В них участвуют очень известные люди в Севастополе и не только в Севастополе. Хотелось бы тоже фотографии вот как раз посмотреть. Да, 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 вот показали фотографии. Как раз те фотографии, которые уже были показаны, но все равно хочется еще раз их посмотреть, чтобы вы прокомментировали. Значит, действительно, в прошлом году год был юбилейный и был запущен, стартовал проект «Библиотека. Люди и судьбы». Это мы запланировали такой проект посмотреть, будет ли он идти, потянутся люди к библиотеке. И вы знаете, мы не прогадали, было столько много творческих, интересных встреч. Причем это вот встреча с сенатором Соболевым, это с Владимиром Стефановским, его книга, презентация его книги «Прочный корпус». Это встреча с журналистом Бардом Владимиром Губановым. Еще у нас были Владимир Ильич Чекмезов, журналист Горбачев. И что очень интересно, была встреча с Юрием Володиным. Это руководитель информационного супермаркета «Атриум». То есть у нас люди совершенно были разных профессий, разных направлений, но все они когда-то имели отношение к библиотеке и любят библиотеку и сейчас, и приходят в нее. Поэтому закончился прошлый год творческой встречей с Владимиром Ильичем Чекмезовым. Это были у нас такие рождественские встречи, и в рамках проекта «Библиотека Люди Судьбы» он представлял свою книгу «Муниципальная реформа. Быть или не быть». И вот как бы в продолжение этой... Да, хотелось бы, Виктор Александрович, вы сидите и молчите, но речь теперь пойдет о вас, потому что в этом проекте вы представляете свою книгу «Избирательная кампания просто о сложном». Откуда возникла вообще идея написания такой книги? Я вообще в политике работаю 40 лет. Как раз в 1977 году я впервые переступил идеологический отдел областного комитета партии Днепропетровского. И вот в течение 40 лет я непрерывно занимался проблемами политики. Работая в ЦК Компартии Украины, затем в Кремле, в ЦК КПСС, приходилось более плотнее заниматься этими проблемами. И здесь, в Крыму, тоже я в Крыму уже более 20 лет, и все эти 20 лет непрерывно занимаюсь проблемами избирательных кампаний. Занимался выборами в Автономной Республике Крым, депутатом Верховной Рады, избирался и депутатом областной рады в Днепропетровске, и депутатом поселкового совета здесь, в Крыму. И в Симферополе также я был назначен или определен, как точнее сказать, одним из политических менеджеров президентской кампании 2015 года на Украине. И также занимался выборами в Верховную Раду Украины в 2012 году. Естественно, за этот период накопилось очень много материалов различных, и решил я эти материалы обобщить. И в прошлом году сел за столб, и так в течение полугода собрал все эти материалы, те семинары, на которых нас возили по Украине, по различным областям, по изучению передового опыта идеологического обеспечения избирательных кампаний. И в апреле прошлого года издательство «Ваше дело» в Москве было подготовлено к изданию этой книги, она была издана. Вы знаете, настолько тяжело надалась, я имею в виду, что непрерывно в течение полугода пришлось сидеть и как школьник каждый день давать себе задания. А где вы материалы подбирали? Да, материалы, ну, самые различные, накапливались они, целые папки тех выборов, в которых я участвовал, результаты исследований социологических. И хотел я в прошлом году сделать презентацию этой книги, ну, настолько уже как бы переработался в политике, что я отвлекся немножко. И решил заниматься, или продолжить, точнее, мое хобби, если то основная работа, то хобби мое – это стихи. И поэтому вот занимался стихотворением и издавал стихотворения в сборнике стихов. Я знала, что вы поэт, и поэтому даже хотелось бы узнать, сколько лет вы начали сочинять? Ну, вы знаете, когда я задумался над этим вопросом, вспомнил, по-моему, в 12 или в 13 лет, обучаясь в Пятигорской средней школе в восьмом классе. Что-то я не знаю, почему именно на меня обратили внимание преподаватели, но попросили написать стихотворение в Сенгазету. И я написал это 10 февраля, как раз мой день рождения, день рождения Пушкина, о Пушкине стихотворение. Пушкин – писатель, поэт, декабрист, боролся за счастье, за долю народа, но был он убит и так далее, и так далее. На имя его Данте склеветал, не вынес позора, не с него заскорблений, но был он убит, и на землю спал бессмертничий русский гений. К сожалению, там четыре строчки было, то есть четыре куплета, последнюю строчку четвертого куплета я этого грифму и не нашел, но тем не менее это стихотворение было помещено. А затем уже где-то в 18, 19, 20 лет первая любовь, первое свидание, первое поцелуй, вот они, как всегда, сподвихли меня уже на написание более таких лирических стихотворений. Анжелика, возле вас книги лежат, что это за книги? Я уже тогда немножко вкляюсь в разговор, это сборник по этой России, это первый сборник, который издает издательство «Триумф» город Москва, и вот здесь есть стихотворение, и целая глава посвящена именно нашему гостю Виктору Александровичу. Можно мне буквально вот пару строк прочитать, то, что мне понравилось? У него, мне хочется сказать, очень душевные, очень такие духовные, очень грустные стихи, как будто вот вспоминания по жизни, о трудной судьбе. Вот почему-то мне так показалось, ну, я не знаю. Лето в разгаре, а мне уже видится осень, лист пожелтевший и розы проникший бутон, птичьи бетания стало и реже, и строже, сбору в дорогу, учение подросших птенцов. Кот, возрослевший, весной приблудился котенком, лижет мне руку, наверное, прощаясь навек, сливы созревшие падают тихо у стенки, плачет подсолнух, как будто родной человек. Замечательные стихи. Лиричные, да, и, кстати, Катерина, вспомнила, чтобы не забыть, передача быстро проходит, я знаю, что вы тоже пишете стихи, а у нас есть клуб стихия, у нас издан в этом году первый сборник, вдохновленный Севастополем, те, кто пишут о Севастополе, так что присылайте ваши стихи нам, можно через сайт, у нас очень хороший сайт, центральной городской библиотеки имени Льва Николаевича Толстого. Спасибо большое. Виктор Александрович, давайте, можно книжку, если можно, можно показать, что это такой сборник именно поэтов России. Пошли. Ну, я, Катя, я взял за правило, к дню рождения себе 10 февраля обязательно выпускать какую-то книгу. Вот первая книга, которую я выпустил к своему юбилею, это в 74-м, то есть в 2014 году, это вот «Воспоминания о счастье». Впервые я собрал все свои стихотворения, которые были и ранее публиковались и в центральной печати, и здесь в региональных средствах массовой информации, и собрал в единое, и опубликовал эти стихотворения. А вот уже «Поэты России», это уже к этому дню рождения я ее выпускаю, но сейчас, к следующему дню рождения, планирую выпустить тоже сборник стихов «Миры иные». Стихи уже, в принципе, большинство есть, подготовлены, которые не вошли ни в тот, ни в другой сборник, так что, думаю, если через год мы встретимся, то я обязательно уже презентую следующую книгу своих стихов. Очень хотелось бы почитать. Ну, Катюша, я должен сказать, что, тем не менее, это все-таки мое хобби, а основная работа я буду продолжать вот над этой книгой «Избирательная кампания» просто о сложном. Действительно, кажется, просто, но очень сложный процесс проведения любой избирательной кампании. Тем более, что у нас в этом году ожидается, ну, планируется в сентябре этого года выборы губернатора, в следующем году выборы президента России. Я думаю, что как раз эта книга станет надежным помощником для тех, кто будет заниматься политикой и выборными кампаниями. Итак, 16 февраля в 17 часов в читальном зале библиотеки имени Льва Николаевича Толстого состоится презентация вашей книги «Притяжение жизни», будет так называться. Ну, да, это общий, наверное, проект. И в данный момент, наверное, трудно сказать с вами, поспорить, потому что тут будет одновременно представляться несколько книг, включая и книги стихов. Там приглашены наши севастопольские композиторы, артисты, которые некоторые стихотворения прочитают. Хотя я вижу, что Анжелика гораздо лучше, наверное, прочитала бы, но я тоже буду просить, потому что артисты, тем более заслуженные, очень заняты. Сегодня я разговариваю, говорят, Виктор Санжи, я два-три стихотворения прочитаю и больше не смогу. Так что буду просить вас, Анжелика, тоже включиться в это дело. Так что всех приглашаю на эту встречу. Будут много депутатов городского совета, правда, бывших, я с нынешними не знаком. Ну и, естественно, будут политологи, политики, студенты. Спасибо вам большое. Дальнейших вам творческих успехов. Спасибо, Катюша. Спасибо большое. Спасибо. Это была программа «В контексте». Мы беседовали с научным секретарем централизованной библиотечной системы для взрослых Анжелика Фисенко и кандидатом экономических наук, заслуженным экономистом Крыма, автором книги «Избирательная кампания просто о сложном» Виктором Драченко. Напоминаем, творческая встреча с писателем состоится 16 февраля в 17 часов в библиотеке имени Льва Николаевича Толстого. Оставайтесь с нами. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok